Я послушал второе обращение Путина к народу и вообще-то ни разу не удивился. Ну да, этот человек, он прекрасный вербовщик, неплохой интриган, но ни разу не лидер страны, особенно в момент кризиса. Что делает лидер в такой момент? Ну, берет ответственность на себя. Это вот в обычное время люди, общество должны самоуправляться, так эффективнее, так они лучше могут обустроить свои дела. В момент кризиса, когда нет времени, нет полной информации, когда главное быстро принимать решения, даже в самых демократических странах на первое место выходят лидеры и берут на себя ответственность за решение. И да, ошибкой может стоить головы, то это их роль. У нас за 20 лет Путин выбил из системы управления всех независимых лидеров, отнял у регионов и местного самоуправления все деньги, свел на нет самостоятельность правительства, а в момент кризиса просто скинул с себя ответственность, не забыв зажать денежку в потном кулачке. Не дам, разбирайтесь сами. Регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации, будут принимать решения. Пусть ответственность берут регионы. Врачи-герои, но денег не дам. Ответственность за обеспечение всем необходимым на себя не возьму. Не лидер. Когда все хорошо, сшибаем денежки. Проблемы? Хрен найдешь. Всем сейчас очень непросто. Нельзя допустить вала больных. Здесь и правда нужен карантин. Это нам надо не просто так, а чтобы выиграть время, чтобы наладить выпуск необходимого оборудования, создать мощности палац интенсивной терапии, которой в нашей стране не хватает и в обычное время. Ну и конечно, мы должны помочь людям, бизнесу, пережить это тяжелое время. А медикам мы должны компенсировать их риск. Мы должны услышать это от того, кто стянул на себя всю власть, все деньги. Он обязан взять на себя ответственность. Ответственность за то, что уже целый месяц с начала эпидемии, за то, что сократил так нехватающий сейчас больничный фонд, за безобразное состояние медицины и госуправления. У него было 20 лет. Пришло время платить по счетам. В общем, нет у нас президента. Обнулен.